Привет, Малькольм! Что обозреваем сегодня? Малькольм? На что обзор? Этот блюрей совсем запылился. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок А ты еще зачем? Ты все еще должен сделать обзор. Тогда на черта все это было? Не знаю. Мне нравится в тебя стрелять. Привет. Я ностальгирующий критик. И я помню то, что вам не обязательно. Медведь Йоги Мультяшка Ханны Барберы, впервые появившаяся в 51-м в шоу «Пса Геккельбери», получил в 61-м своё шоу, где с другом Буб украл корзинки для пикника, досаждая Рейнджеру Парка. Передесите эту дрянь на большие экраны! Зрители требуют! Да, я знаю, вы все ждали этого. Фильм «Медведь Йоги» здесь, чтобы утолить вашу... ...ломку по Йоге. Я помню пункты и беспорядки при одном только упоминании отмены в 90-х его спин-оффа «Йо-Йоги». Я не выдумываю, такое шоу действительно было. Йо-Йоги Йо! Он младше, чем у меня ритчбер! Очевидно, потенциал этой неустаревающей иконы можно использовать безгранично. Поэтому мы получили фильм «Медведь Йоги». Вышел он в 2010-м, Дэн Эйкрэйт озвучил в нём гибрид «Чужого» из «Прометея» и «Гарфилда» из фильма... ...а Джастину Тимберлейку досталась роль его друга Бубу. Наконец-то они были просто созданы для этих ролей! Увы, у фильма были огромные кассовые сборы, и мне придётся посмотреть этот ностальгический хит и понять почему. Просто потому, что персонаж ассоциируется у людей с хорошими временами, или же дело в чём-то большем. Нет причина в этом, всё. Покопаемся в медвежьих фекалиях — это «Медведь Йоги». Смотрите, знак «Орнер Бразер» сделан из дерева. Потому что место действия — лес! У меня тут же возникла ассоциация с «Мишкой Йоги». Гениальное начало! Малькольм, что ты делаешь? Звоню агенту, они крадут мой голос Моргана Фримена. Алло, Перри, мой голос Моргана Фримена украли. В смысле, да и есть голос Моргана Фримена. В смысле, мы это уже обсуждали миллион раз. В смысле, перестать звонить и да не мой агент? В смысле, клик бииип! Мне всё больше и больше неспокойнее в твоей компании. И как все парки Джелли Стоун, они до упаду рекламируют, что у них живёт медведь Йоги. Хотя в других он не так дружелюбен. Бу-бу! Я думаю, что это время, чтобы я себя представлю в этот пиканик-баскет! Дааа, вот уж невероятный сюрприз! Да некрэд не так уж хорошо изображает медведя Йоги! Но, что странно, голос Джастина Тимберлейка вполне себе подходит. Но, как же ты попасть на рейнджер, Йоги? Борг? Но 100-е годы экстраваганса происходит. Его ролью Бу-бу гордился бы даже Дэниел Дель Юис. Как легко догадаться, Йоги проводит дни, добывая корзины для пикников. Для чего придумывают безумные устройства. Знаешь, ты ведь медведь, вместо всего этого ты... ...можешь просто... ...убить их? Эй, я сломал Матрицу! И совсем как Киану Ривз, я будто нахожусь в другом месте. Далее мы видим рейнджера Смита, сыгранного Томом Каваной. Он поддерживает порядок с Рейнджером Джонсом, сыгранным Диджеем Миллером. О, такими темпами мне ни за что не догнать Джейсона Ли. Это всё же лучше, чем пародия Эйкрейда на Роверда Дейнджерфилда, или что он там вообще делает? Верно, и начнёшь нести такой бред. Тут появляется документалист, сыгранная Анной Феррис, которая хочет снять фильм про йоги. Начала она, конечно, неудачно, даже не смогла спрятать микрофон. Так, ну ладно, вы позволите ей быть смешной, или же она просто... женщина. Да, ясно, можете с примерно тем же успехом заменить её парой буферов с улыбкой. Он съел четверых. Четверых? Вспомним о детях. Спросите себя, поймёт ли ребёнок этот разговор в кабинете мэра? Это история о говорящем медведе с галстуком. Скажите, что лес держит в страхе ведьма. Всем всё равно! Рейнджер знакомит Йоги и Бубу с киношницей. Проклятие! Ты звучишь... как проклятая! Кому-то пора завязывать с пивом по зузу. Йоги, вернись и встреть свою судьбу. Моя любимая часть этого фильма — Кавана в роли Рейнджера. Потому что каждый момент экранного времени он всем видом даёт понять, что не хочет там находиться. Есть микрофон, записывающий его слова, но есть микрофон, записывающий его мысли. Пристрелите меня! Пристрелите! Спасите от этого тупого фильма! Что это ещё за махнатый Джаджер Пинс рядом со мной? Господи, он сказал отлить на неё? Он точно сказал отлить на неё. Что за чёрт там в фильме? О нет, чёрный лимузин. Злодеи из девяностых приехали с сюжетом из девяностых. О, господи! Надеюсь, тебя выстепут за это в Титпуле 2. Ладно, не совсем понимаю, как мэр может закрыть национальный парк, но... Но у Рейнджера есть возможность собрать деньги на спасение приюта. То есть дома бабули, то есть фермы, то есть кинотеатра Парадиза, то есть... мне плевать. 30 тысяч долларов. О, ну что ж, я сам напросился. Тем временем Бубу кормит свою черепаху. Животные не должны владеть другими животными. А Йоги делает новый механизм для кражи корзин, но Рейнджер его тормозит. А ведь я мог успеть сняться в сезоне Флэша. Гори в аду двухметровый в виде говнюк. Не знав, что крик Вильгелема можно использовать неправильно, но у медведя Йоги это получилось. Он так выбивается, что можно заменить его этим. Смит решает посмотреть, чем занята Феррис. Эй, вы дали Феррис смешную реплику. Других смешных реплик в фильме нет, я рад, что она ушла ей. Он приглашает её на ужин в свою хижину, но Йоги обламывает ему весь кайф. Я очень надеюсь, что это Тоун из другой вселенной. И мы увидим следующее. Передай Снеглпусу, что я люблю его. Я просто уйду в лес, украшенный растерзанными смурфами. Но о нет, у курок из города героев меняет сторону. Да, это длится 10 секунд, я вас выручу. Не благодарите. Спроси вот эту смесь Шайла Баффа и Мистера Бина. Рейнджер Джонс соглашается сорвать сотую годовщину парка, но похоже на то, что Йоги ненамеренно может его опередить. Мне нужно съесть человека, я медведь! Нет, он говорит про корзины для пикника. Конкретно про корзины с пончиками. Донат! Признаю, космическую Одиссей довольно редко пародирует, однако... При чём это здесь вообще? Он хочет пончиков, ладно. Почему он вдруг летит в космосе к огромному пончику? Я не вижу особой связи или сходства. Эй, критик, сейчас бы мороженого. Тамара, я твоё мороженое. Не-е-е-ет! Вижу, ты фантазируешь, что ты в Империи, наносят ответный удар, ты одновременно Вейдер и Люк, и разговор идёт про мороженое. Ты узнал, что это? А значит, понял? Нет, я дал описание, но понять не смог. Я считаю, это одно и то же. Нет. Я считаю, да. В смысле, не звоните ли ты вызовешь полицию? Ты агент или кто? Может, мы свихнулись? Без всяких может. Ясно. Что этот обзор делает с людьми? Рейнджер Джонс встречается с Йоги и Бубу, смотрит им в глаза и разрешает делать, что захочется. То есть он смотрел бы им в глаза, если бы на съёмках хоть кто-то старался? Куда ты смотришь? Вот же он! Чего вы ждали, что я запущу фейерверки ночью? Дневные фейерверки лучше всех! Да, микрофон включен. Микрофон! Чёрт побери, мы все знаем, что микрофон включен! Слава богу, они не слышат, что происходит в его голове. Когда всё закончится, я прыгну с моста. Эй, очень странно, что на всех одежда без надписей. И что с этой девочкой? С ней что-то не так или она единственная, кто старается? Ну и напухаюсь же я сегодня. Йоги, однако, прерывает их номером на водных лыжах и, ясное дело, поджигает фейерверки. Разумеется, люди разбегаются, и Рейнджер в тупике, потому что не смог собрать нужную сумму. Посмотрите на него. Это лицо человека, держащего за кадром ружьё. Я готов смотреть на него бесконечно. Его отправляют в другой парк, а Джонса назначают главным — к огорчению киношницы. Вы заплесневелые и зелёные в самых неудачных местах. Попрошу камео в легендах завтрашнего дня. Дай мне ружьё, бубу! Пора пополнить с собой гардероб Николаса Кейджа. Он решает стать обычным медведем, что приводит к, ну, обычным шуткам про медведя. Даже не знаю, добавим затёртую до дыр шутку? Хотя это ничто по сравнению с повторением уморительнейшего гэга с окном. Дай мне ревчонку! Попрошу. Это невероятно. Дайте добром, днильтой, Рейнгер Смит. Я влажаю эту машину. Я влажаю её. Знаете, это начинает казаться хорошим. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! В нём были эпизоды в 3д. Поищайте, они скучные, но интереснее, чем это кино. Бубу, конечно, убеждает Йоги вернуться к своей нормальной жизни, когда они видят, что парк начали закрывать. Я просто обязан пошутить, вставив после эту реплику. Я замечаю закономерность. Плохие фильмы Уорнер Бразерс используют тему Супермена. Подумайте, Медведь Йоги, Кенгуру Джек, Возвращение Супермена — странный цикл. Йоги и Бубу находят Рейнджера Смита, который уже недели ведёт себя так, будто дьявол расплавил его яйца. Мою душу убивают. Её медленно убивает этот арт-карни из новобрачных, покрытый лавковой шерстью Баттингтона. Нет-нет, на нас охотятся, мы медведи! О нет, Бубу разорвало на много маленьких бубят! Они выясняют, что черепаха Бубы вымирающего вида, а поэтому парк нельзя закрывать. Однако мэр, метящий в губернатора, и его люди хотят им помешать. Я сделал кунулингу с черепахи. Такова моя жизнь. Они решают использовать планер Йоги, чтобы подлететь, взять черепаху и... Есть хотя бы один хороший фильм с планером. Не то чтобы этот фильм исправится, но это настоящий поцелуй смерти. Согласны? Йоги прыгает с планера за черепахой, а Бубу нарушает законы гравитации, чтобы прицепить к нему трос. Мэнда, я беру это? Эй! Ха-ха-ха! Это ещё не конец! Медведи! Молиться богу, в которого ты веришь. Лично я верю в энергию коллективного бессознательного. А я вообще-то мусульманин. Бубу, я не знал. Ты никогда мной не интересуешься. Они несут черепаху-злодею, и зачем вы несёте черепаху-злодею? Вы же только что отняли её у него. Я знаете ли, мэр какого-то заднедрищинска. Откуда у меня столько власти? Черепаху забрали, но Феррис записал зловещий план мэра и хочет показать его людям. Нужно только отвлечь внимание. Хе-хе-хе, check this out! Кикик, Бубу! Кикикик. Мы заворожены медвежьими задницами. Хе-хе-хе-хе. Медвежьи. ЗАДНИЦЫ. Ну, тут у меня же задницы. Это повод для адской неуклюжей походки. Серьёзно, что это было? Он подражал походке оригинального йоги? Помощник мэра пытается сбежать, однако Феррис не зря многие годы провела с животными. Горилла? Горилла? Ну, видимо, это то же самое, что и Элвин! Я люблю этот город. О боже, я лучше снимусь с пяти секунды на кучи страшного кино, чем продолжение этого. Чёрт, у меня в голове теперь тоже микрофон. А кому не пофиг, смотрите за бортом. Итак, это был фильм «Медведь йоги». Я бы лучше посмотрел это. Йо-йоги, йо-йоги! Летт го! Должен заметить, что он... ...короткий. Всего 80 минут, и, что странно, он не кажется затянутым. Он просто влетает, творит всякую фигню и улетает прочь. Как птица, гадящая вам на плечо. Он не хороший, но бывает и хуже. Он слишком глупый, чтобы на него злиться. Это фильм про мишку Йоги. Чего мы ожидали? Даже мультики сами по себе не были чем-то феноменальным. Он довольно безобидный, но в то же время тупой и незапоминающийся. Кроме, повторюсь, реакций мёртвого в душе Рейнджера. Клянусь, фильм почти что стоит посмотреть только ради него. Но в остальном... Это дерьмо в корзинке. Которое можно спокойно пропустить. То есть не то, чтобы вы после просмотра этого фильма станете тупее. Хватит блокировать мои звонки и делать свою работу. Я сейчас на «Ситанике». Ты мой агент. Хватит переспрашивать. Джек, я умею летать. Не смотрите, его управляют тяжёлой техникой. Я ностальгирующий критик, и я помню то, что вам не обязательно. Спасибо за просмотр. Автор перевода — Сергей Константинов. Звук и оформление надписей — Алексей Михайлов. Ролик озвучен в студии Дёш-Изо при участии Сидовского. Жмите «Мне нравится», подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылка в описании. Также в описании указана ссылка на оригинальный ролик и наши реквизиты, если вы захотите поддержать наш проект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова